Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели, Олег Пеков в студии, нам за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. Это программа «Встретились, поговорили». Сегодня мы встречаемся с переводчиком художественной литературы и драматургии, с лауреатом многих премий, в том числе премий «Мастер» за влитом театра «Аркадия» Ольга Варшавер. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте, Олег. Который год я прошу называть меня безотчеством. Хорошо. Да, тем более, что мы в Латвии, в принципе, мы чаще всего обращаемся друг к другу по имени. Столько, действительно, ну так долго, несколько лет, по-моему, вот произошел такой перерыв, мы не встречались в этой студии. И сейчас я понимаю, что повод для вашего визита, может быть, ну вот как раз с него логичнее начать. С 16 июня произойдет на Сколос-6, я понимаю, в помещении музея еврейской общины Латвии, пройдет читка пьесы «Одна семья, один век», и вы выступаете уже не в качестве переводчика, а в качестве автора пьесы. Да, вот такое случилось, наконец, в моей жизни. Я как раз вспоминала, что однажды вы мне здесь, в этой студии, задавали вопрос, а хватает ли мне творчества в рамках перевода, и не хочется ли мне чего-нибудь написать. Я, помнится, тогда как раз сказала, что я, если напишу, то, скорее всего, это будет пьеса. Ну, в общем, так и случилось. Пьесу я написала не одна, в соавторстве, в соавторстве с моим мужем. И пьеса написана по мотивам, ну, даже не по мотивам, а на основе каких-то биографических событий из жизни его семьи, которые мы, собственно, узнали сами совсем недавно, два года назад. То есть это для нас было открытие, которое, в общем, явилось таким для нас толчком к творческому уже переосмыслению тех фактов, которые мы узнали. Но факты сами по себе совершенно умопомрачительные были. И сначала мы опишали настолько, что мы даже не знали, что с этим делать. Мы обсуждали это бурно целыми днями дома. Мы рассказывали это всем близким, ну, в том объеме, в котором они могли это выдержать, потому что, ну, понятно, да, что долго... Ну, хотя нет, в общем, всем было интересно. Потому что, на самом деле, это интересный очень материал, это очень интересные факты сами по себе. Но потом как-то так повернулось все. Мы узнали, что в Москве будет драматургическая лаборатория. Под названием, сейчас точно не воспроизведу, но что-то вроде «Еврейская семья на фоне века». И оказалось, что это ровно то, собственно, что происходило с семьей моего мужа Сергея. О чем он не знал? Он вообще не знал, что там еврейские корни у него. И вообще у него фамилия «Заир Бек». Вы понимаете, что когда я выходила замуж за человека с фамилией «Заир Бек», я никак не могла рассчитывать, что я выхожу замуж за еврея. Вот. Но вот так вот оно случилось. А вот эта история, реальная история, что-то было изменено, придумано. Ну, то есть вот насколько элемент фантазии, ведь иногда кажется, что, ну, боже мой, жизнь бывает интереснее художественного вымысла, иногда, наоборот, требуется что-то добавить, чего-то такого, чего не было. Ну, здесь трудно сказать. Жизнь вообще, конечно, всегда интереснее художественного вымысла, и мы знаем тому много очень подтверждений в литературе. Мы видим одно, а жизнь подкидывает какие-то совершенно необъяснимые коллизии. Иногда говорят, напишешь – не поверят. Или там снимешь такое кино, скажешь, что это все художественное преувеличение. На самом деле это жизнь. Что касается нашей пьесы, понимаете, я человек с очень театральной закваской, и я не документалист. Задача, по идее, была написать документальную пьесу, и руководители нашей лаборатории, собственно, как раз драматург-документалист, режиссер-документалист. Это Нана Гринштейн и Настя Патлая, это люди театра ДОК. И они всячески, в общем, нас в эту сторону как-то так склоняли. Но мне в этих рамках не то, чтобы было тесно. Я понимаю, что это могло бы быть интересно, но, видимо, мне это, может быть, было не очень привычно. Поэтому кое-что, да, напридумывали. Но, с другой стороны, в этой истории, в самой коллизии, есть какие-то вещи, которые как документ мы не увидим никогда. Никто не даст нам на блюдечке или там на серебряном подносе документ, где будет сказано, почему, в какой момент человек по фамилии Соломон Зайбер решил стать Алис, Сулейман, Сайдбек, Аглу, Зайрбек. Ну, это в какие, так сказать, да? А в какие это было годы? Во время Гражданской войны. И никто нам этот документ не предоставит с объяснением, почему это произошло. И это надо придумать. Это надо понять. Это надо прожить. То есть любой драматург, кстати, переводчик драматургии, когда пишет или переводит пьесу, он должен за всех персонажей все прожить. Все проиграть. Ну, вот, собственно, то, что происходило. Я не хочу, в общем, я уже и так спойлеры какие-то запустила, может быть, это даже лишнее. Ну, а может быть, кто-то услышит именно эти спойлеры, и поэтому к нам придет. Это все будет в воскресенье в 5 часов дня на Сколос 6. Так что милости просим. И, кстати, несмотря на то, что это читка пьесы, но при ней принимают участие актеры русского театра имени Михаила Чехова, и будет актриса театра имени Моссовета. Не-не-не, Моссовета. Вера Бабичева, актриса театра на Малой Бронной. На Малой Бронной, да. На Малой Бронной, извините. Да, актриса театра на Малой Бронной и, собственно, жена Сергея Голомазова, которая теперь художественный руководитель русской драмы в Риге. Ну, я хочу тут в одном моменте вас поправить. Я несколько лет назад придумала слово «читакль». Я считаю, что то, что мы делаем, это не читка в чистом виде, потому что я читок, ну, как-то много знаю, много посмотрела. Обычно там основная задача – донести просто текст, познакомить какую-то аудиторию с текстом как таковым, но просто через уши, да, как, ну, типа аудиокниги, в таком её сухом варианте, на самом деле, потому что аудиокниги тоже по-разному делают. Но то, что делаем мы, вот, собственно, читка, читакль, вернее, по этой пьесе прошёл дважды уже в Москве. Один раз мы читали в музее ГУЛАГа, музей истории ГУЛАГа есть в Москве, и, собственно, читакль происходил там. Как раз по итогам лаборатории. У нас сколько-то драматургов, по-моему, 10 пьес написали, и вот все эти читки были там. Второй раз читакль прошёл на Лимуде в Подмосковье, на Клязьме, в пансионате. Ну, Лимуд – это такая большая-большая сходка, где собираются, мне кажется, несколько тысяч людей. Это, в общем, место, где люди, имеющие какое-то отношение к еврейской истории, культуре, литературе, искусству, щедро делятся совершенно безвозмездно друг с другом разными своими проектами, своими знаниями. Это очень хорошая история. Мне кажется, Лимуда проходит очень много в разных местах и странах. Я, честно говоря, не знаю, что в Риге. Думаю, что тоже есть такое. В России это проходит и в Москве, и в Петербурге. Вот в Казани я была один раз на Лимуде. Это такое хорошее, достойное тоже место. Так что сейчас у нас уже третий читакль. Но на этот раз мне захотелось… Там я просто принимала участие, и муж мой Сергей тоже принимал участие. И мы как бы читали за самих себя. Мы там в этой пьесе есть как персонажи. И мы, собственно, не будучи никак профессиональными актерами, никак на это не претендуем, мы, тем не менее, за себя читали. А в этот раз мы пошли по другому пути. И действительно, у нас здесь есть режиссер Татьяна Мелехова. И она где-то с моей подачи, где-то сама собрала актеров, собрала музыкантов. Мне кажется, это должна быть какая-то очень интересная история. А я вот в какой-то веке посмотрю со стороны, и Сергей тоже прилетит. Ближе уже к воскресенью. И надеюсь, мы все это увидим. А вообще читакль, мне кажется, очень продуктивной историей. Потому что не только по отношению к этой пьесе. Я вижу в театральной среде такую потребность, среди зрителей я имею в виду, потребность вот в такой форме, то есть такой мини-спектакль с минимальными, очень скудными средствами. Хотя, ну, могут быть, да, там может быть какой-то видеоряд, может быть даже какой-то реквизит. Мы делали в Москве, у нас в Аркадии театре, делали несколько лет назад читакль, по моему переводу, пьеса «Арис Мардок» «Слуги и снег». И тогда у нас актеры, собственно, сыграли весь. Ну, читакль, спектакль, единственное, чем это отличалось, что у них были тексты в руках. Вот у них были вот такие вот бумажки, вот так они их держали. Поскольку репетиций тогда было много, они уже некоторые даже и не заглядывали. Но, тем не менее, текст был в руках. Вот, собственно, чем это может отличаться от настоящего спектакля. Я знаю, что очень сейчас эта практика популярна и в Европе, и в России. Вот у нас тоже периодически приглашают на такого рода читакли. И, с одной стороны, ведь это позволяет быстрее ставить пьесу, ну, то есть вот как бы ставить пьесу в этом виде, то есть обновлять репертуар и дает возможность знакомиться с пьесами, которые, может быть, так долго бы шли к постановке. Да, ну, читакли – это моё ноу-хау. Это у меня там знак копирайта стоит. Я просто... Да, ну вот я знаю, что, например, Вера Бабичева, она моя подруга близкая, и она очень увлеклась сейчас этой формой. То есть мы начали вот с этой пьесы, которая будет в воскресенье в музее, в Еврейском музее, и она в Москве принимала участие в тех двух читаклях. То есть для неё этот материал уже не новый. Все остальные участники, так сказать, сменились, а Вера будет уже в третий раз в этой компании. Но ей это очень понравилось, она очень загорелась. И мы недавно устроили, в Москве есть такой ресторан «Петрович», клуб-ресторан «Анрея Бельжо». И там у нас был читакль по пьесе Джона Мисто «Мадам Рубинштейн». Это перевод и адаптация, которую мы сделали с моим постоянным соавтором Таней Тульчинской. И это очень хорошая пьеса. Про кого? Про королеву косметики Хелену Рубинштейн, про её вечную конкурентку Элизабет Арден, это ещё одна империя косметики, как мы знаем, и про, ну ещё так, был молодой человек, который был личным ассистентом, секретарём Хелены последние лет, наверное, 15 её жизни. То есть в старости уже она умерла в достаточно преклонном возрасте. И это очень хорошая, нежная история о женщине, которая сама себя сделала, о женщине, которая много очень души законсервировала, заморозила в себе. Но в конце жизни что-то, какие-то подвижки, видимо, происходят вот на наших зрительских глазах. И она снова понимает, что такое любить, что такое страдать, ну так, допуская страдания до себя. Потому что, ну, вроде как формально, там, мы все по жизни проходим какие-то этапы и события, когда, ну, мы смотрим на другого человека и думаем, ой, он, наверное, страдает, вот он потерял близких. А на самом деле у него внутри пустыня. Он не позволяет себе этого делать. А вот мы смотрим, как вот эта снежная королева размораживается. И это удивительная история. Поставить ее можно абсолютно по-разному. Можно через русский психологический театр. Можно совсем иначе. Ведь на самом деле в Вильнюсе с зимы, с конца ноября спектакль идет по этой пьесе в литовском русском драматическом театре. И там это поставил Раймундес Банионес. И это очень красивый, это очень стильный спектакль, который у меня, я ездила на премьеру, вызвал удивительно положительные какие-то чувства. Но там в определенной мере стилизация. Хотя я знаю, что актриса, которая играет главную роль, перечитала все, что вообще было про Хелену в доступе. И она знает био... Ну, в общем, эта работа была проделана. Но это, конечно, не то, что мы называем русский психологический театр. Но спектакль очень красивый. Он еще и стилистический. Сценографический очень хороший. Получается, что действительно пьеса, которую режиссер может двинуть в одну сторону, в другую сторону, она, может быть, остается такой незамутненной во время этих читок. То есть читка дает, но как бы такой не... Но самый простой, без каких-то уже наложений фильтров режиссерских. Ну, это все равно относительно. Без режиссерских, но есть актерские. Опытные актеры все равно режиссируют свою роль внутреннюю. Они ее выстраивают. Когда мы готовили в Москве читку «Мадам Рубинштейн», мы, конечно, потратили на эту неделю жизни, потому что там серьезная драматургия. Мы репетировали. Там у нас, кроме Веры Бабичевой, принимала участие чудесная молодая актриса и уже режиссер Екатерина Дубакина. И... Ну, в общем, вы знаете, это получился в общем спектакль. То есть это можно было бы, например, записать и получить радиоспектакль. Очень даже просто. Я там кое-какие даже шумовые эффекты вводила. Я сидела на звуке. А не было вот действительно желания сохранить? Ну, как бы это же как какое-то аудио хотя бы. Ну, мы записали видео. Ну, это доморощенная история. Но! Но! Вот сейчас Вера приедет в Ригу. И мы очень рассчитываем, что мы... Ну, не то, что воспроизведем, а сделаем новый читакль здесь, в Риге. Может быть, в июле. По этой пьесе. То есть мы тоже... Нет-нет-нет, мы не оставили эту прекрасную идею. И она... Вера сама мечтает играть эту роль. И есть актеры, опять же, рижской русской драмы, которые тоже готовы нам в этом помочь, потому что у нас там три действующих лица. И я практически уверена, что это состоится. Возможно, это будет в музее моды. Ого! Вот. Опять-таки моды. Потому что в этом что-то есть. Ну, да. Связь прямая. Косметика и мода – это две, конечно, ипостаси для женской красоты. То есть, с одной стороны, это костюм, с другой стороны, это косметика, это всегда рука об руку. Ну, вот, возвращаясь к спектаклю, пьесе «Одна семья, один век», вот вам, как переводчику очень разных драматургов, там, от Тома Стопарда до классических вещей. Вот каждый раз приходилось как будто бы менять вот регистры. То есть, вот, к чему вы свой, вот, свой авторский голос? К классическому, к абсурдистскому театру? Ну, вот, вы рассказывая историю своей семьи, склонялись? Ну, мы все-таки делали полудокументальный театр. У нас в руках было очень много документов, большая часть из которых, конечно, в пьесу не вошли, но текст все равно пропитан совершенно реальными фактами, событиями. Я не могу сказать, что это именно вот тот путь, по которому я пойду дальше. Я вообще не уверена, что я еще буду писать пьесы, но никогда не говори никогда. Насколько эта пьеса вызвала, я не знаю, вот, может быть, в кругу знакомых, родных какой-то отклик, потому что ведь это, ну, затрагиваются семейные какие-то вещи, которые, там, ну, какие-то струны близких людей, родственников? Ну, я считаю, что прежде всего это было важно для нашего сына, потому что он варился с нами вместе, вот, буквально с первых дней, как Сергей узнал о таких обстоятельствах жизни своего прадеда. И наш сын Митя, конечно, очень заинтересовался, и вообще-то важно, чтобы человек знал историю своей семьи, и не просто знал, а как-то всему этому сопереживал, потому что вот сейчас очень много людей увлеклись генетическим анализом. Это, конечно, очень здорово, но это, ну, да, там на каком-то ДНКшном уровне, вот из чего я состою. Но на самом деле я состою не из этого, я состою из тех судеб, которые были до меня и которые сформировали меня. И вот этот момент понимать, мне кажется, для человека современного очень важно не быть манкуртом, не забывать, кто ты родом, откуда ты взялся, и через что прошли твои предки. Потому что 20 век – это страшный век практически для любой семьи. Здесь совершенно неважно, еврейская это семья, латышская это семья, русская это семья. По всем абсолютно асфальтовым катком. Ну, хотя можно вспомнить, боже мой, знаменитый фильм Меньшова Шерли Мэрли, где один из персонажей антисемита обнаруживает у себя еврейские корни, то есть ведь всегда наверняка… Мы смеялись, мы вспоминали, конечно, кадры из этого фильма в начале, да, вспоминали Чурикову в этой роли. Это всё очень смешно, и любой сюжет можно повернуть в любой жанр, безусловно. И, между прочим, Шерли Мэрли – это комедия-то комедия, но это траги-комедия всё равно. И ещё ведь есть одно обстоятельство, если, ну, задуматься, что у каждого из нас есть папа, мама у них, ну, это всё растёт в геометрической прогрессии, то, в принципе, ведь в каждом из нас кровь разных народов, разных культур, и, в принципе, если вот копаться дальше-дальше-дальше, наверняка, ну, мы не можем себя вот точно идентифицировать, ну, вот ограничивая себя, говоря, что я только вот замкнут в этой скорлупе только одной культуры. Ведь, наверное, это тоже какая-то тема, которая, ну, имеет большое значение для человека понять, что его мир не замкнут в рамках вот только одной национальности. Ну, мне кажется, что современный человек, человек 21 века, особенно если он живёт на наших просторах, на наших пространствах, он не может этого даже избежать, даже если родители хотят его запихнуть в эту скорлупу какой-то мононациональной традиции, это нереально, потому что глобализация даёт нам ощущение, что шарик, земной шар, да, а он превратился в такой маленький шарик, где мы все друг от друга зависим, где мы все абсолютно вместе. Мы сейчас буквально на пару минут прервёмся, после чего вернёмся в студию. Напомню, Ольга Варшавер сегодня в нашей студии. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Я напомню, что сегодня в нашей студии Ольга Варшавер, это переводчик художественной литературы и драматургии. И 16 июня, это в воскресенье, в 17 часов, вот как Ольга назвала, читакль, то есть это практически спектакль, читка пьесы в форме спектакля «Одна семья, один век». И как вы намекнули, что всё-таки с Ригой есть связь у этой пьесы. Да, у этой пьесы и у этой семьи, о которой повествует пьеса, связь с Прибалтикой, с балтийскими двумя странами, даже с Латвией, с Литвой, прямая, потому что, собственно, родом часть семьи из Шауляя, а из среди предков одна там прабабушка была из Лиепая. Но дело в том, что, вот понимаете, семья, да, одна семья, один век, этот век просто пролился на эту семью всем подряд. Революцией, репрессиями, а потом Холокостом. И никуда от этого не деться. То есть, у меня другое название, немножечко по-русски изначально было, плюс-минус сто лет. И идея, собственно, такова, что плюс-минус сто лет, и, в общем, не меняется, что судьбы все равно, во всяком случае, еврейские, выглядят так, что куда ни кинь, всюду клин. В Риге делали операцию отцу, ну, вот этого, как бы главного героя, который наш, наш основной главный герой, да, прадед моего мужа. Его отец в начале июня 41-го года из Шауляя приехал, ну, старик уже, старый человек, приехал вырезать грыжу. И понятно, что в момент, когда нацисты вошли в Ригу, он дернулся ехать в Шауляе. И он не знал, что в Шауляе, на самом деле, уже раньше под немцами. Ну, в общем, он когда, он дернулся, он приехал, и почему-то ходили поезда, или, ну, в общем, что-то ходило. И он приехал, и, в общем, он до дома там, даже не дошел. Ну, он был там такой, по внешнему виду не спутаешь, в шляпе, на полом черном таком пальто, и его расстреляли прямо на вокзале. То есть все это было в жизни одной конкретной семьи. Вот. Конечно, не все было мрачно, и в пьесе будет много юмора, но, тем не менее, да, 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 асфальтовый каток прокатился. Это точно. Ну, я знаю, что вы также и были в жюри театральных фестивалей. Может быть, насколько современный уровень, это были современные пьесы, это были постановки классических пьес. Ну, в жюри я, вот уже второй год, в жюри одного фестиваля, это сказочное королевство, это фестиваль детских, ну, театров для детей. Там есть и куклы, там есть и драматические спектакли, это все проходит в Севастополе, в Тюзе. У них есть Тюз, и, значит, соответственно, туда приезжают из разных городов детские театры, показывают свои спектакли. Так что, ну, нет, не современная драматургия, к сожалению, еще пока, но я когда приезжаю, допустим, на лаборатории, на какие-то читки, на, допустим, премьеры спектаклей, которые в разных городах ставятся по моим переводам, я непременно веду речь с театральными людьми, о том, что очень много хорошей литературы и что ее надо использовать всячески для того, чтобы какую-то новую пьесу породить для театра. Дело в том, что сложилась, на мой взгляд, довольно парадоксальная ситуация. Театр в смысле литературной основы взрослый уже обрел свою новую драму, безусловно. На это достаточно большое количество людей положили много сил и времени. С детской литературой, с литературой для подростков все намного сложнее и, на мой взгляд, печальнее. Потому что, вот я знаю сейчас, издательство «Самокат» выпустило хороший очень двухтомник с пьесами. Причем, они их издали именно так, как вот подспорье для театров. Потому что там в каждом томике отдельными тетрадками, вынимаемыми, в одном томике четыре пьесы, в другом томике пять пьес. Один томик 12+, другой 18+. Ну, на самом деле, не будем лукавить, не 18+, но, значит, издательство перестраховалось, потому что там, возможно, есть какая-то лексика, которая у нас по нормативам только для взрослых людей допустима. То есть, получается, что, несмотря на то, что детская литература себя чувствует, ну, во всяком случае, неплохо, есть и переводы, есть и оригинальные авторы, вот именно с драматургией для детей сейчас... Ну, пока скудновато. То есть, я вот знаю, что самокат собирал этот двухтомник свой большими-большими усилиями. Перечитали как бы неимоверное количество сотни пьес со всех наших вот этих конкурсов. И Любимовка, и маленькая Ремарка, и маленькая премьера. Есть у нас там энное качество драматургических таких вот конкурсов, но прям хорошего качества не очень много. То есть, мы только-только ступаем, делаем первые шаги в этом направлении. Есть драматурги, есть, и они очень стараются, но я сейчас говорю про общий уровень. Нет возможности, например, адаптировать для театральной сцены какие-то популярные сюжеты вот именно из художественной литературы? Я об этом как раз и говорю, и за это ратую, потому что в детской литературе сложилась как раз очень благоприятная ситуация. И я считаю, что в детскую литературу сейчас пришли люди, вот последние там, ну не знаю, лет 20, может быть, да, и у нас, и на Западе, люди, которые в иной ситуации, сейчас объясню, чем она может быть тянуть, да, в иной ситуации они были бы серьезными взрослыми авторами. А тут они потянулись писать для детей. Думаю, что по ряду целому причин. Ну, такая на поверхности причина. Вся взрослая литература уходит в цифровую, в электронную книгу. А извините, писатель, он хочет получить из типографии книжку, ее полистать и понюхать. Она пахнет типографской краской. Ну, это первое, может быть, смешно, я понимаю, что мы все это переживем, и от этих внутренних наших, от внутреннего трепета перед бумажной книгой мы, конечно, уйдем. Но есть и другой момент. Сейчас немоверный вал литературы. Ну, войдите в любой книжный магазин, глаза разбегаются. Что читать? Читать можно тысячи книг, а любой писатель хочет оставить след. И вот здесь вот писатель, думающий, он понимает, что след можно оставить на такой непаханной почве, в детской душе. и они обращаются к детской аудитории. По-моему, это довольно закономерно. Во всяком случае, я знаю много очень сейчас в России хороших детских авторов. По их книгам уже начинают ставить спектакли, и это отрадно. Ну, а я могу сказать, что вот за последние годы моими ли усилиями или усилиями, так сказать, моих коллег, которые, по счастью, были поддержаны, появилось много спектаклей, в основе которых лежит переводная литература. Вот по нашим стане инсценировкам и просто по моим переводам книг, то есть, когда режиссер просто берет книгу и делает свою версию, такое-то уже великое множество спектаклей. Ну, например, что далеко ходить, Кедди Камила, удивительное путешествие кролика Эдварда существует уже больше, чем в 10 сценических интерпретациях. Идет в МХТ имени Чехова с, по-моему, 14, с осени 14 года. С 16 года идет в Рамде, в Российском Академическом Молодежном Театре. по России. Ну, мне кажется, в этом году только было 6 премьер. А сейчас еще в Вильнюсе появился кролик. В Риге кролик шел. По-моему, 28 мая, не, 18 мая они сыграли последний спектакль в куклах. Вот здесь вот. В кукольном театре. В кукольном театре напротив через бульвар. Хотя ведь действительно это не совсем такая, ну, не то чтобы не совсем детская, а то, что поднимаются очень серьезные темы, и это не такая очень легкая развлекательная литература, а в ней вот очень такие нравственные вещи, которые может быть... Только так. С детьми нельзя играть в поддавки. Никаких развлекаловок нам не надо. Потому что любая хорошая книга, которая содержит в себе потенциал книги для семейного чтения, в ней есть все. В ней есть развлечение, юмор, можно посмеяться, но темы обязательно должны быть важны. Поэтому вот мои авторы и Кедди Камилла, которая пишет для разных возрастов, начиная с дошкольного возраста, скажем, все эти истории про свинку Милу, которую мы теперь переименовали, она теперь свинка Марси, но она все равно очень мила, обаятельная, и по ней прямо вот Рузан Мавсисян, кстати, которая поставила кролика в рамте, она прямо мечтает сделать спектакль по свинке. Есть и подростковые у нее, у Кедди Камилла книги, и она умеет вести с младшими подростками, там именно для младших подростков, очень доверительная и очень, между прочим, жесткую беседу с ними. Мне очень нравится. В чем очарование англоязычной литературы? Потому что, в принципе, ведь если вдуматься, вот мир Винни-Пуха, Алисы в стране чудес, Мэри Поппинс, вот он отличается все-таки вот от немецких сказок братьев Гримм, где, ну, какие-то все-таки какие-то, если их брать в оригинале, какие-то очень жесткие, какие-то есть страшные вещи, вот он, ну, какой-то немножко другой мир. Слушайте, ну, братья Гримм, они же собрали бродячие сюжеты, и не все они такие прям уж немецкие-немецкие, они вполне общеевропейские. Ну, хорошо, но в немецкой литературе, ну, нет такого просто... я плохо знаю прям супернемецкую литературу, хотя братьев Гримм уж мы все читали, и они хорошие, вот, но авторская сказка просто отличается от сказки фольклорной, народной. Вот в этом основное различие вы перечислили три авторских сказки, к которым приложили руку конкретные писатели, и некоторые из них жили даже, так сказать, не в 19-м, а даже в 20-м веке. это совершенно другой слой. Я могу сказать, что тот же сюжет, который есть у братьев Гримм, про чудного совершенно человечка, который у них называется Румпельштилтскин, непроизносимое совершенно имя, это предельный бес. Противный такой, гадкий, ужасный. Ребенка украл, хотел украсть, во всяком случае. Но моя любимая автор, которую я перевожу всю жизнь, сказочница Эленор Фарджин, которая была первым лауреатом Пирамира Андерсона, вообще самым первым, то есть в 1956 году учредили премию, и в 1956 году Эленор Фарджин, британская сказочница, получила эту премию, ну, потому что она прямая наследница Андерсона, не просто потому, потому что она была старушкой, ей уже пора было чем-то ее наградить. Нет, она, конечно, Андерсоновская лирика, юмор и так далее, так вот у нее есть этот сюжет, но, как в хорошей авторской сказке, он творчески переработан. У меня есть эта пьеса, я по этой, ну, я переводила сказку, я по этой сказке сама сделала пьесу, и пьесе уже тоже, между прочим, 22 года, потому что она была написана в 1997 году. И там вообще в фольклоре даже британском этого гадкого предельного беса зовут Том-Ти-Тот, но там это тоже невозможно отгадать такое имя, но там же надо отгадывать, да, вы помните сюжет у Грима, ну, ну, как отгадать, что существо зовут Том-Ти-Тот, может быть, отдельно Том, может быть, отдельно Тот. Короче говоря, чудные совершенно сказки британские есть. Мой любимый сейчас, на данный момент, британский автор Дэвид Алмонд. Я много его книг перевела, он тоже, кстати, обожает театр, и что-то пишут прямо для театра сразу. Может быть, моя голова, когда я выбираю тексты, пожалуй, что я уже заранее заточена на тексты, которые потенциально сценичные. Я поняла недавно, что для меня это очень серьезный критерий при выборе того, что я буду перевозить. Так вот, Алмонд стал знаменит в одночасье, когда он написал книгу «Скеллик». Это было 20 лет назад. Потом, спустя еще 10 лет, он написал вторую книгу про тех же персонажей, которая называется «Меня зовут Мина». Все это я перевела, и вот в какой-то момент мы с Таней написали пьесу сразу по двум книжкам. Так что есть вот такая пьеса, автора, которого сейчас называют единственным представителем магического реализма в литературе для детей. И «Скеллик» это, безусловно, жанр такого магического реализма, потому что мы все говорим там «Борхес», «Маркес» и так далее. А на самом деле вот есть такой Дэвид Алмонд, кстати, тоже лауреат премии Андерсона. В 2010 году он эту премию получил очень, по-моему, заслуженный, он совершенно волшебный человек. И наши режиссеры и режиссеры, так сказать, ближнего зарубежья, например, Белоруссия, уже тоже это все дело раскусили. Например, есть чудный такой кукольный режиссер Александр Янушкевич, который много работает и в России, но он белорусский режиссер, он поставил пьесу «Мой папа птиц» в кукольном театре Бреста. И спектакль «Мальчик, который плавал с пираньями», это я все Алмонда перечисляю, «Мальчик, который плавал с пираньями», он поставил в Минском кукольном театре, я ездила на премьеру зимой. По-моему, это очень хорошо, и еще во многом тут заслуга художника, с которым Саша работает, это Татьяна Нерсисян, лауреат многочисленных премий, она прям удивительная, удивительная, кукольная, сценограф, художник, и все это вместе, ее фантазия совершенно неистащима. Ох, у нас, вот как всегда мы заговорились, заканчивается уже время, а ведь какая-то еще книжка у вас с собой принесена. Да, у меня вот тут вот книжка, она практически свежая, из типографии, вот той самой типографской краской она и пахнет. Это книга Рольда Даля, имя, я думаю, всем известно, представлять особо не надо, она раньше не переводилась. Почему она у нас не выходила? Потому что все иллюстрации к другим книгам Даля, это иллюстрации Квенсина Блейка, а эту книгу в свое время еще при жизни Даля проиллюстрировал другой художник, на мой взгляд, очень хорошо, но с теми иллюстрациями в линейку книга не вставала, и поэтому сейчас, когда Квенсин Блейк все-таки сделал сделал вот Блейковские иллюстрации, ну, такие черно-белые графики, вот у нас вышла на русском языке эта книжка в издательстве «Самокат», которая, в принципе, уже выпустила всего Даля. Чем еще для Риги эта книга примечательна? Я проводила семинар в Балт-Академии, и мы работали именно над этим текстом, так что моими вдохновителями на этот перевод, я не скажу, что я что-то использовала, ничего, если честно, не использовала, но меня вдохновили участники этого семинара, и вот тут я им даже в конце написала благодарность. Вот в 2017 году вот здесь вот. То есть практически мы тоже имеем отношение. Да-да-да, имеется абсолютно. что у нас последняя буквально минута, и, наверное, еще раз просто мы напомним, что в воскресенье 16 июня в 17 часов есть возможность посетить, ну вот, можно назвать это читкой пьесы, но вот читакль, читакль, пьесы Ольги Варшавер, Сергея Пальчевского, «Одна семья, один век», и здесь вы сможете услышать, увидеть в такой необычной, ну, подпостановке, все-таки так это назовем, с участием актеров и Веры Бабичевой из театра «Она Малой Бронной», и Татьяны Мелеховой, и Наталье Щегловой, и наших Вадима Гроссмана, Сергея Короткова, Дмитрия Палеса. Приходите в «Сколос-6», здание, помещение Музея Еврейской Общины. Там еще Латвийское общество и еврейская культура в этом здании, да? И спасибо большое, что нашли время посетить нашу студию. Спасибо вам, я всегда к вам очень рада приходить. До свидания.